ну что ж ребята всем привет с вами я дэн канал my retro days и вы смотрите game hunting сегодня как всегда по классике жанра сутрица сейчас порядка 11 часов я отправляюсь в погоню за видеоиграми но сегодня как бы гоняться то особо не придется я как всегда еду к своему дилеру видеоигровой индустрии лёхи но есть печальные вести не знаю даже относительно как они печальные дело в том что игры у лёхи закончились у него осталось только то что я отложил а там было но игр наверно 10 потому что ну помимо меня много кто закупался в него и игры так или иначе рано или поздно пропадали игры в общем то неплохие уходили но может быть настало время сменить дилера а может быть дело в том что стоит подождать но я даже не помню что мы отложены отправляемся туда посмотрим увидим на дворе по-прежнему зима а на ногах у меня фирменная series limited edition зимние допивая свой энергетический напиток сова купленный по акции наблюдая замечательный японский автопром я двигаю вперед навстречу приключениям и поиску новых видеоигр в коллекцию езжу в метро и выхожу снова на сеной это привычное дело потому что сюда езжу часто ну вот уже и доехал немного конечно печально что не получится взять игр больше чем я хочу ну или хотя бы столько сколько хочу потому что список у меня большой сегодня лёхи напечатал список тех игр которые нужны прикинул там где-то наверное около 200 игр ну поменьше может чуть-чуть но придется пошерстить объявления на авито может быть аукционы может ebay выходные впереди у меня думаю успею поиграть в консоли погулять вообще много чего сделать за выходные дни прикольная погода светлая тачка просто бомба очень стильная машина мне понравилась типа под ржавчину такая ушатаная и непонятно то ли и восстанавливать то ли она сделана но типа в стиле в таком ладно сейчас посмотрим что там за игры я точно помню что там есть dead space 3 это как раз то что мы искали скоро будет dead space 3 это шутер но все же научно-фантастический да еще и с элементами сурвайвал хоррор поэтому пройти сюжетную кампанию в этой игре будет не только интересно а даже весьма захватывающе пластины сейчас отвалится 2514 год после событий на станции титан пути айзека кларка и или лэнгфорд расходятся если вы не знаете кто это такие значит вы не играли в прошлой части серии и про книгу тоже наверное не слышали но так или иначе айзек прячется от правительства земли как бы вы думали где правильно на лунной колонии новые горизонты они у себя под кроватью а или ищет способ покончить с эпидемией обелисков на фоне этого всего происходит вдобавок государственный переворот так называемая секта круг под воздействием джейкоба денника свергает правительство земли и ну в общем это не так просто рассказать двух словах дыру чтобы остановить маркеры и ничто не ты не твои чувства к или не в этом не помешают усвоил сюжет он не прост с учетом первых двух частей игры и даже стоит вашего игрового времени в третьей части стало намного больше битв и сражений чем элементов хоррора и фанаты во многом проявляли свое недовольствие опираясь именно на этот факт потому что переработанная система геймплея пошла уже по другим стопам как считают многие совершенно не в пользу игре игра в основном критикуется за уход в сторону жанра боевик также за сильную затянутость и даже за низкую реиграбельность ужас сам геймплей перетерпел весьма существенные изменения по сравнению с dead space 2 игроку стали доступны приседания появилась возможность прятаться за укрытиями как гирсов вор и была добавлена система создания оружия боеприпасов и амуниции теперь в останках поврежденных неприятелей вместо денег попадаются ресурсы из которых можно создавать оружие аптечки патроны и прочее одним из самых серьезных нововведений стал кооперативный режим для двух человек но все что я сказал не что по сравнению с желанием собрать полный сет этой серии на полке у меня в коллекции да в общем если не ошибаюсь там по моему лежит dirt 3 и точно есть dead space но если там остался какой-то трешачок у лёхи и трешачок возьму в принципе то что бы нет больше игр не меньше ну что же больше не меньше я взял и assassin's creed 3 вот в этом картонном холдере в полном комплекте и dead space 3 о котором я только что рассказывал и даже пару игр на xbox 360 но не могу сказать что все игры действительно классные и тем более кэш в кармане был а вот игр у дилера больше не было и я решил свое горе залить чашкой чая с вкусным пончиком в ближайшей закусочной я рассматривал игры которые взял и честно говоря пончики были вкуснее мануалы это единственное что меня радовало в тех дисках которые я взял например clash of the titans вообще считается провальной игрой лучше уж даже пончик поесть чем в эту игру поиграть хотя что-то я в ней могу найти по крайней мере для полки не так уж и плохо по крайней мере выглядит стильно теперь полки моего игрового дилера очень непонятным образом выглядит примерно как и центр города опустошенным очень непонятные странные явления неужели я все скупил смотрите а там кстати есть граффити разные ярд еще какие-то граффитчики честно говоря не знаю даже не особо отсюда видно кто фил там еще чувак нарисовал кусок залез запарился фонд конечно старая думаю они будут ремонтировать здесь центре он пробки идет реконструкция моста все замерзшие развалины такие а тут уже реконструированная часть ну достаточно красиво все смотрится аккуратно по крайней мере что касается игрух то ну я даже короче чисто чувствую что я немного недоволен сегодняшним заездом потому что ну взял конечно много чего но далеко не то что хотелось во первых лег почему-то профукал мой дёрт 3 который я откладывал а я очень хотел эту игру дёрт 3 он красиво выглядит да и вообще уже геймплей посмотрел думал что ну прям вот заценю короче за тему но нет дёрта мне не видать по крайней мере сегодня но я пришел походить немножечко по скупкам которые здесь могут быть их тут куча но в основном все по телефону ну я не стал гуглить уже прям так досконально где еще можно хапнуть игр ну хотелось бы все таки получить что-то еще такое весомое да хрен с ним ну и как бы по классике все сделаем так я приеду домой и сниму видос по всем играм формате game hunting total score и там мы встретимся снова на канале my retro days вот расскажу о каждой игре который взял их там по моему штук десять все всем пока ребята my retro days game hunting это полностью не коммерческий проект я буду очень признателен если вы поделитесь этим видеороликом со своими корешами которые тоже любят видеоигры и возможно этот формат им тоже понравится но и не оставайтесь без собственного мнения в комментариях напишите что вы думаете об этих играх которые в этот раз я вам показал ну и до скорых встреч на канале